Согласно российскому законодательству, для того, чтобы получить вид на жительство, претенденту нужно сдать три экзамена. Это тесты на знание русского языка, истории и основ права. Что для этого нужно, смотрите дальше в нашем видео. Важно, некоторые категории претендентов освобождены от сдачи экзаменов. Прежде всего, это претенденты возрастом до 18 лет, а также женщины старше 60 и мужчины старше 65. Недееспособные лица, граждане Союзного государства РФ и Беларуси, участники госпрограммы по переселению соотечественников, и члены их семей тоже относятся к категории, которой сдавать экзамен не нужно. В этом списке также высоквалифицированные граждане, которые самостоятельно обратились за получением вида на жительство, носители русского языка и лица, обладающие дипломами, полученными во времена и на территории СССР или РФ. Для всех остальных экзамен является обязательным. Сдавать его можно только в специально уполномоченной организации. Право на проведение такого экзамена закреплено приказом номер 856 Министерства образования. И если изначально в этот список входили только вузы-лидеры российского образования, признанные мировым сообществом, то постепенно он стал дополняться, расширяться. Обязательно убедитесь, что Центр тестирования работает легально и обладает всей необходимой разрешительной документацией. Помните, что результаты экзаменов в неподтвержденном месте учитываться не будут. Приказом Министерства образования номер 1156 утвержден список необходимых документов. Вам понадобится паспорт, копия с переводом на русский язык и заявление. Сам экзамен состоит из трех модулей. Как уже было сказано, вопросы направлены на выявление знаний языка, истории и права. Хотим отметить, что сдача экзамена предполагает не только ответы на вопросы, так в языковом блоке необходимо подтвердить языковой запас, грамматические знания, способность читать и воспринимать информацию на слух, письменно излагать мысль, но и устно общаться. Будьте готовы составлять и вести монолог или диалог, читать бытовые и деловые тексты. Вопросы исторического блока совпадают со школьной программой. Не забывайте, что в самих вопросах очень часто кроются подсказки. Что касается правовых вопросов, то со многими из них вы уже наверняка сталкивались. Например, с миграционным правом. Как правило, за неделю до экзамена на сайтах, а также информационных стендах организации появляется необходимая информация. Это уведомления о датах тестирования, демоверсии вопросов и ответов, консультация, прохождение и тестирование. Если вы не уверены в своих знаниях, то подготовка вам необходима. Вы можете как готовиться самостоятельно, так и с помощью преподавателей. Однако отметим, что подготовка с профессионалами может быть гораздо эффективней. Важно! Успешная сдача экзамена предполагает получение сертификатов, которые подтверждают высокий уровень знаний. Его срок действия – 5 лет. Готовясь к экзамену, помните, вопросы могут быть непростыми и не потому, что все делается для того, чтобы вы его не сдали. Не забывайте, что русский язык – один из самых сложных в мире. Разобравшись его оазами, для сдачи тестов вы сможете избежать проблем, связанных с неточными формулировками в будущем. То же самое касается исторических и правовых вопросов. Эти знания вам пригодятся для того, чтобы защитить свои интересы и интересы вашей семьи. Подписывайтесь на канал Роско. Здесь вы узнаете многое о миграционном законодательстве.